Итак, всем привет, с вами Допгай, и мы в этом видео поговорим про танки, а именно, как их делать. Чуть позже я еще хочу выпустить видео по поводу, как их использовать, в особенности и в мультиплеере, и в синглплеере, но пока только про конструктор. Так что поехали, а вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно, ребята, подписывайтесь, чтобы не пропускать другие полезные и интересные видео. Начинаем. Итак, самое главное, с чего стоит начать, это выбор шасси, конечно же, потому что у нас в игре есть основных три шасси. Это легкие, средние и, очевидно, тяжелые. И я могу сразу сказать, что тяжелые выглядят очень-очень плохими. И, в принципе, об этом почти все и знают. Если просто заглянуть на стоимость, то все становится очевидно. 3,6 против 12,8, потому что самая главная характеристика у танка, это его стоимость внезапно. Количество может победить качество, потому что в своем роде это тоже качество. И самое смешное, что за эту стоимость в 4 раза дороже, мы получаем всего лишь что правильно, немножко прорыва, и это все. Как правило, у танка огромный прорыв. Да, вы все еще хотите его ставить больше, но он редко стоит вот этой вот стоимости. Что же еще может разрыть тяжелый танк? На самом деле, у него есть дополнительные плюсы. И кроме дополнительного прорыва, конечно, все еще есть некоторые улучшения. Сюда можно поставить тяжелые орудия. Если сравнить их по характеристикам с средними, то можно видеть, что противотанка атака на них намного, намного, замечу, больше 15 единиц. И бронебойность также больше на 35. Это очень сильно. Другой вопрос, что мы переплачиваем и за башню, и за орудие, и за само шасси. Стоит ли такая переплата этих статов? Это очень сомнительный вопрос. Скорее всего, нет. Кроме того, также на тяжелые танки можно поставить неограниченное количество пушек, когда на средние можно поставить 2 максимум, и на легкий танк только одну. Ну, конечно же, не только пушки, а в принципе, и вспомогательное орудие. Это также дает дополнительные статы атаки. Это тоже немаловажно. И все эти факторы складываются в то, что танки тяжелые имеют очень хорошие статы, но цена просто космическая, и из-за этого несколько более дешевых танков средних будут иметь больше в сумме статов, чем один такой тяжелый. Это общая логика. И есть легкие танки. К сожалению, на легкие танки средние орудия ставить нельзя. Кроме ПТ-ролей, но про это мы поговорим попозже. Соответственно, вы ограничены только легким вооружением. Поэтому неплохо делать из них, допустим, зенитки, или какие-то дешевые билды в противопехотную атаку. Через вот такие вот, ну или тут какие-то еще другие варианты у вас могут быть. Теперь, когда мы примерно сравнили шасси, давайте пройдемся уже по ролям, и что мы хотим видеть в наших танках, как можно какие-то танки использовать. Как я и говорил, легкие танки это очень дешевые танки. Этим можно пользоваться. Лучше всего именно их ставить в ПВО танки. У них все еще, в отличие от обычного ПВО, сохраняется харнесс, то есть они будут получать больше противотанковой атаки. В среднем это уменьшает обычный урон. Ну и, конечно, они имеют чуть больше статы, чем обычное ПВО. И билд может выглядеть как-то вот так. Просто танк с огромной бронебойностью и хорошей атакой. Но это уже будет у вас противотанковый. В легком танке вам это сохранить не дадут. Как видите, статы действительно очень хороши. За эту стоимость это умеренно, нормально. Такой же средний танк стоил бы намного дороже. Так что легкие танки могут хорошо себя находить в роли дешевой альтернативы, если вы бедная страна просто обычным танкам, либо хорошая ПТСАУ или ПВО. Ну и плюс всегда есть билд очень дешевого огнеметного танка, который нужен только ради огнеметных бафов. Статы он практически не дает, но именно бафы от него, конечно, приятные. Единственное, возможно, вы захотите повысить скорость, если вы хотите использовать их в танковых дивизиях. В пехоте, в принципе, можно использовать и вариант без двигателя. Он очень дешевый и действительно очень полезный. Но у легкого огнеметного танка есть и альтернатива. Такой же очень-очень легкий средний танк огнеметный. Он дает даже больше статов, а стоимость всего на единичку больше. Учитывая то, что вам и танка, в принципе, надо очень мало на дивизию, к примеру, вот, смотрим, стоимость производства 62 всего лишь у этого батальона. У пехоты 50, то есть это всего лишь чуть-чуть дороже вашей обычной пехоты, представляете? Если сравнить это, допустим, с саперной ротой, то это в два раза дешевле саперной роты. А статы дает просто космические по 15 атаки города, 5-10 в других провинциях. Легкий танк же проигрывает по статам, поэтому в среднем, я бы сказал, делать легкие огнеметные танковые роты смысла очень-очень мало. Почти всегда вам можно делать просто средний, который будет давать больше статов, а стоить всего лишь на какую-то небольшую пыль дороже. Если сравнить их с тяжелыми, то тяжелые дают больше атаки по укреплениям, но меньше по другим направлениям. Соответственно, если вы хотите пробить какие-то форты для узкоспециализированного дивизии, они могут подойти, но в среднем, средние танки все еще лучше. Но если же вы хотите делать ваш средний танк огнеметный чуть подороже, то есть вы готовы вложить все дополнительные ресурсы, можно делать нечто вот такое. Можно посмотреть с роли, режется там все, но по 30% атаки и защиты вам можно будет взять отсюда, плюс вам можно удалить какой-то прорыв. Эти дополнительные статы могут быть немного полезными. Да, это не супер кос эффектив вложения, но и делать вам этих танков много не придется. Опять-таки, они все еще достаточно дешевы и нужны их достаточно мало. Особенно, если вы делаете танковые дивизии, и именно в них вставляете эти огнеметные танки, то я советую вам все-таки какие-то средние вложения делать, потому что это все-таки полезно. То есть вот, дается совсем немножко прорыва дополнительной защиты и немножечко атаки, но это все еще всегда полезно. А теперь, перед тем, как мы перейдем к строительству средних танков, именно их я считаю основой игры в принципе танковой и основой в принципе игры, потому что именно танками идет основная война, нужно поговорить об обязательных исследованиях. И супер важно зарашить улучшенную среднюю пушку на танке, и соответственно, вот эта ваша технология одна из самых приоритетных для танков. Немаловажная также технология брони, потому что она открывает сварную броню, она самая кост-эффектив для нормального прорыва, но не слишком большой стоимости. И конечно же, вам стоит как можно быстрее зарашить танки, хотя бы 38-го средние, а по возможности, конечно же, и следующего года. Поэтому очень важно взять вовремя бафы на ПТ-САУ, какие-то исследования, и бафы в принципе на исследование танков, чтобы быстрее их рашить. Перейдем к как раз к строительству танка к примеру 40-го года, потому что это примерно основа вашей всей игры. Или давайте поговорим, какие статы мы хотим видеть в принципе в нашем танке. Во-первых, у нас есть вопрос брони. Броня на самом деле очень сильная вещь, если вы имеете щиток, вы наносите намного больше урона, а получаете намного меньше, поэтому конечно же броня очень круто. Но в этой игре в данный момент пробить и купить намного дешевле, чем броню. Возможно в будущем это поменяется, тогда конечно может быть это будет эффективно и целесообразно вкладываться в броню. Но в данный момент эти вложения того не стоят. То есть фактически, чтобы сделать броню непробиваемой, вам придется очень много вложить стоимости производства. Противник может иметь очень высокую бронебойность, всего лишь достаточно базовым танком. Даже если мы берем дополнительный модуль, мы имеем 112 пробития, что в принципе показывает, насколько на самом деле дешево поднимать бронебойность. И я сейчас вложил огромное количество стоимости производства в броню, но это нам все еще не дало достаточно брони, чтобы эта бронебойность ее не покрывала. Исходя из этого, лучше намного принимать идею большего количества танков, но без щитка. Поэтому броню вы стараетесь плюс-минус игнорировать. Здесь более важные статы прорыв и атака, конечно же. Отдельно давайте сразу поговорим про скорость. Скорость желательно иметь от 6 км в час, в среднем, конечно, хорошо бы иметь 8 км в час, потому что скорость позволяет вам совершать окружение, и именно за счет них вы можете уничтожать вражеские танки. Если мы говорим про мультиплеер в синглплеере, это работает точно так же, с той пометкой, что скорость вам не так сильно важна, потому что бот намного хуже реагирует на ваши действия. Мультиплееры же как раз-таки эти км в час могут решить, успеет ваш танк выйти из окружения потенциального или нет, и наоборот, успеете ли вы совершить потенциальное окружение. Также отдельный пунктик, давайте поговорим про надежность. Надежность тоже достаточно важна, но стоит понимать, что надежность считается средней на дивизию, поэтому можно позволить себе ее понизить. Поэтому даже такие значения, как 60, будут вполне себе приемлемы, но я в среднем стараюсь держать около 80, чтобы не терять слишком много танков никуда. Но, как я и сказал, на ранних моделях 60% это вполне себе приятная цифра. Теперь давайте про модули и то, как они сказываются на характеристиках. У нас есть несколько вариантов башни. Для среднего танка, нашей боевой машины основной, у нас есть реальный выбор между двухместным орудием и трехместным. Трехместное это чуть больше прорыва, но убирает скорость. Двухместное же, как видите, еще и чуть дешевле. Поэтому в среднем лучше поставить двухместное орудие. Вы все еще будете иметь много прорыва, обычно у танков нет проблем с прорывами, но вы сэкономите на скорости, которую вам надо будет иначе поднимать, и в принципе на стоимость. Это как бы двойной выигрыш. Орудие желательно ставим всегда с хорошей противотанковой атакой, то есть это обычно просто улучшенная средняя пушка. Чуть позже для ПТ-САУ открываются хорошие улучшенные скорострельные пушки. Их в принципе тоже можно использовать, но конечно же уже лучше на ПТ-САУ. Противопехота так вам все еще нужна. Но вот эти как раз те техи, которые еще имеет смысл зарашить. С одним нюансом. Как вы можете видеть, третий уровень на обычную среднюю башню не поставить. Это уже считается тяжелое вооружение, поэтому нужно либо делать фиксированную настройку, либо уже делать очевидно тяжелые башни. Соответственно нечто вот такое может быть вполне себе очень хорошим вариантом вашего ПТ-САУ. По этой роли мы стараемся максить противотанковую атаку, потому что к ней идут бафы и бронебойность очевидно. Но слишком большой бронебойности настякивать смысла нету, такой брони ни у кого не будет. Только вы не знаете, что ваш противник не делает какой-то сумасшедший билд через броню. Тогда очевидно, больше бронебойности лучше. Если же мы говорим про обычные средние танки, то тут все примерно точно так же. Вы стараетесь замаксить свою атаку, делать не слишком дорогую броню и желательно со скоростью 8 км в час. Как видите, я ставлю сюда груди, это достаточно дорого, но это позволяет очень сильно увеличить противотанковую и противопихотную атаку. Нам здесь важна, конечно же, именно противотанковая атака. Если вы собираетесь больше защищаться, то есть смысл поднять вашим танкам защиту. Делать это можно, конечно же, за счет пулеметов. Кроме того, это дает еще противопихотную атаку. Также, если ваш противник идет в пехоту, если у вашего противника нету почему-то танков, по неизвестной причине, это тоже очень хорошее вложение. Это очень дешевая противопихотная атака и защита. То есть вот такие вот у вас предложены танки. В принципе, меняются только вот эти модули. Также, если вы хотите сделать еще больше прорыва, конечно, вы можете поставить трехместное орудие. По другим орудиям, что вы можете вот сюда поставить. Реактивная установка, мне кажется, она крайне плохая. Я не вижу смысла ее ставить, если честно. У вас, как говорится, есть гаубица, которая, конечно, немножко дороже, но имеет намного лучшие статы и выглядит, в принципе, намного лучшим вариантом. В принципе, роль артиллерии имеет одну очень большую проблему. Она занимает три ширины фронта, поэтому технически лучше поставить три средних танка, чем две САУ. Единственное, конечно, САУ вот отсюда получает дополнительную противопихотную атаку, что достаточно приятно, но в среднем это того не стоит. Отдельно еще также стоит поговорить про радио. Вот с этих технологий мы получаем себе новые радиостанции. И радиостанции за не слишком большую стоимость дают очень неплохие статы для нашего танка. И, в принципе, чем больше мы настакиваем защиты и прорыв, тем еще больше бонуса они дают. Если вы делаете хорошие танки, то это мастхэв модуль. Если же вы делаете какие-то очень дешевые танки, чтобы просто настакивать какую-нибудь, допустим, противопихотную атаку, то в этом может не быть вообще смысла. Еще отдельно стоит затронуть, что есть немножко мемные варианты легких танков, которые также могут использоваться. Это и огнеметный, и обычный легкий танк в разведке. Например, вы берете самые базовые модули, максимум поднимаете скорость до нужной вам, и все ставите в бочки с топливом, и опционально одну укрепленность, если вы вдруг ее хотите. Что это дает? Это дает огромный запас топлива вашим танкам, что позволяет им намного дольше действовать за линией фронта. То есть как раз тогда, когда вы делаете какие-то окружения. Это очень опционально, и это имеет смысл скорее только в мультиплеере, либо, если вы очень любите как-то интересный контроль, в синглплеере. То же самое можно сделать и с огнеметным, очевидно, танком. Если вы не знаете, как это применять, то, конечно же, делать этого не стоит. Из-за оставшегося роля еще у нас есть ЗСУ, но фактически тут то же самое примерно все. Вы хотите просто настакать себе статы, и сделать нечто подобное в другом варианте, либо убрать все вот эти вот модули и сделать дешевые двигатели вот здесь вот, в дешевом варианте. Есть смысл делать не легкие танки в ЗСУ ПВО, только если вы вдруг хотите делать очень плотную дивизию, соответственно, получить максимум от нее статов. Я бы сказал, это не очень эффективно по стоимости, но если у вас очень большая экономика, то, в принципе, вы себе можете это позволить. Но большого смысла от легких танков переходить к ПВО более тяжелого типа мало, потому что ПВО можно крепить на самые легкие орудия. С другими ролями так не получится, потому что здесь уже нужны хотя бы средние. Соответственно, это либо легкий танк ПТ-САУ с софиксированной настройкой, либо уже начинать идти от среднего. Давайте еще немножко поговорим про танки-амфибии. Фактически это просто чуть более дорогие средние танки, которые чуть хуже по статам, но имеют дополнительные бафы при десантах, реках и болотах. На самом деле, очень узко специализированы танки, но они могут использоваться, если вы хотите точно забирать какие-то острова. К примеру, если вы воюете против Японии, вряд ли там будут настака на бронебойность, и вы можете, в принципе, даже сделать щиток на них в теории, хотя у них броня, конечно, поменьше, это будет очень дорого. Либо это может использоваться как какие-то прорывы рек, либо болот. Допустим, я видел, как вот эти болота и реки прорывались именно ими. Здесь они имеют хорошие статы, и это может быть очень неожиданно. Но как основные боевые машины, я, конечно, бы их не использовал. Смерть тяжелых танки скоро поменяют и сделают ротой поддержки, поэтому о них говорить пока что смысла нету. Фактически это тяжелый-тяжелый танк, так сказать. Имеет еще больше статов, еще менее рационален в приобретении. Пробить его, как правило, невозможно, вот на нем есть смысл качивать свою броню. И давайте поговорим о современном танке. Если сравнить его с предшественниками, то он имеет броню, как у тяжелого танка, что невероятно круто, но при этом скорость и надежность, как у среднего. То есть это действительно лучшая эволюция. Но стоимость у него все так же огромная, как и у тяжелого танка. Так что я бы назвал это просто хорошим тяжелым танком. Правила у него распространяются точно такие же. Вы получаете современное орудие, которое очень дорогое. 8 стоимость производства. К примеру, здесь двухместное стоит всего лишь полторы. Но на него вы можете поставить любое вооружение из тяжелого. Что, в принципе, не так плохо. Вы можете поставить сюда, допустим, тяжелое орудие. Самое последнее и получить максимум статов. Но сюда, увы, нельзя поставить вспомогательное орудие. А значит, тоже есть свои минусы. Но самое главное, чтобы перейти на эти танки, вам нужно будет еще и эффективность сбросить. То есть это танк с просто громаднейшим прорывом, на самом деле. Танк, который можно и в броню закачать тоже. Но стоимость у него просто космическая. И вам придется сбрасывать всю эффективность на этой производственной линии. Так что я бы назвал это очень дорогим, очень тяжелым танком. Но в отличие от сверхтяжа, еще такой. Имеет некоторый смысл в производстве. Также у вас еще очень растет стоимость ресурсов. Вы можете видеть, ресурсы действительно очень-очень дорогие. Это также немаловажный фактор, на самом деле, в производстве танков. Допустим, если у вас нет доступа к хрому, то производить у вас тяжелые танки вряд ли получится. Он просто не будет хватать ресурсов. Очень важно иметь вольфрам также на них. Ну и, конечно же, стальную сталь обычно легко найти. На этом, пожалуйста, все. Если у вас вдруг еще остались вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Также не стесняйтесь отвечать другим пользователям. И обязательно подписываться, если вы еще вдруг не подписаны. Ставить лайк. А также не забудьте про ссылочку на Twitch, Discord и Boosty. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok